Здравствуйте! Тема урока «Климат». А цель урока – узнать, что называется климатом, какие существуют климатические характеристики и зачем нужны знания о климате. Для каждой местности характерны свои типы погод и их смена. И в каждой местности существует свой порядок смены погод, то есть свой режим погоды. Для России, например, характерна смена четырех времен года и разнообразие погод от жаркой летом до сильно морозной зимой. Например, на полуострове Таймыр, что находится в северной части Восточной Сибири России, зима бывает продолжительная и суровая. Она длится большую часть года и преобладает холодная, морозная, устойчивая погода со среднесуточной температурой минус 50 градусов и ниже. И лишь в апреле два-три дня возможны оттепели. Коротким летом преобладает прохладная погода с небольшими переходами через ноль градусов. В Москве и Подмосковье многолетние наблюдения за погодой свидетельствуют о большом разнообразии типов погод. По средним многолетним данным за январь, для Москвы характерно преобладание умеренно морозных погод. Реже бывает значительно морозное, ясное, без осадков. А иногда бывают дни с оттепелями. Осадки выпадают в виде снега и их сравнительно немного. Средняя многолетняя температура января минус 10 градусов Цельсия. Но в отдельные годы бывают отклонения. Например, в 1882 году январь был самый теплый за все время наблюдения. Средняя температура была минус 3 градуса Цельсия. А в 1883 году самый холодный. Средняя температура была минус 22 градуса Цельсия. За последние 10 лет самая холодная зима пришлась на 2010 год, а самая теплая на 2008. Самый теплый месяц в Москве – июль. Для него характерна погода теплая, умеренно влажная, иногда пасмурная, прохладная с дождями. Но случается и так, что надолго устанавливается солнечная, жаркая, сухая погода с температурой около 30 градусов Цельсия. В июле выпадает самое большое количество осадков. Но были годы – исключения. Итак, для каждой местности характерен свой режим погоды. Причем погода одного года не повторяет в точности погоду предыдущего года. И бывают отклонения от средних показателей. Многолетний режим погоды, характерный для той или иной местности, обычно называют климатом. Для выявления особенностей климата, как типичных, так и редко наблюдаемых, обычно используют многолетние ряды метеорологических наблюдений. Так, в умеренных широтах эти ряды бывают 25-50-летними. В тропических экваториальных широтах они могут быть меньше. Для изучения климата над океаном учитывают не только показатели на островах, но и практически все данные с различных судов в разных акваториях океана. Климатические характеристики представляют собой статистический вывод из многолетних рядов наблюдений, в основном связанных с метеорологическими элементами, такими как атмосферное давление, скорость и сила ветра, температура и влажность воздуха, облачность, атмосферные осадки. Учитывают также продолжительность солнечной радиации, прозрачность воздуха, дальность видности, а также температуру верхних слоев поверхностей или водоемов и многое другое. В ХХ веке к этим климатическим характеристикам прибавились еще и элементы теплового баланса земной поверхности, такие как суммарная солнечная радиация, радиационный баланс, величины теплового обмена между атмосферой и земной поверхностью, а также затраты на испарение. Каждая климатическая характеристика должна содержать еще и объяснение причин его своеобразности. Климат оказывает сильное влияние на различные оболочки земной поверхности, влияет на рельеф, на почву, на растительный и животный мир. Огромное влияние климат имеет и на здоровье и жизнь человека. Без знаний о климате невозможно выбрать правильное место для строительства города или прокладки дорог, для организации водохранилища или строительства гидроэлектростанции, для прокладки авиалиний или морских путей. При влиянии климата на здоровье человека необходимо учитывать место отдыха, например, или место для постоянного жительства человека. Так, в городе Норильске, что находится на севере Восточной Сибири России, работает специальная служба медицинская, которая ведет наблюдение за всеми людьми, приехавшими в Норильск работать на предприятии. Если человек не приспособлен к условиям Крайнего Севера, а именно морозной, продолжительной ветреной зиме и короткому прохладному лету, то такому человеку приходится уезжать из Норильска, чтобы не потерять здоровье. Итак, подведем итоги. Сегодня на уроке мы познакомились с понятием «климат», узнали, от чего он меняется и какие у него могут быть характеристики, а также выяснили, для чего нужны знания о климате. На этом урок окончен. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok